Добрый день, дорогие слушатели! Сегодня у нас лекция «Введение фармацевтический анализ». Читать ее буду я, Амитова Айгуля Матаевна. Фармацевтический анализ – это наука о химической характеристике и изменении биологически активных веществ на всех этапах производства. От контроля сырья до оценки качества полученного лекарственного вещества, изучение его стабильности, установление сроков годности и стандартизации готовой лекарственной формы. Фармацевтический анализ имеет свои специфические особенности, отличающие его от других видов анализа. Эти особенности заключаются в том, что анализы подвергают вещества различной химической природой – неорганические, элементорганические, радиоактивные, органические соединения от простых олифатически сложных природных биологически активных веществ. Чрезвычайно широк диапазон концентрации анализируемых веществ. Объектами фармацевтического анализа являются не только индивидуальные лекарственные вещества, но и смеси, содержащие различное число компонентов. Количество лекарственных средств с каждым годом увеличивается, и это вызывает необходимость разработки новых способов анализа. Способы фармацевтического анализа нуждаются в систематическом совершенствовании в связи с непрерывным повышением требований к качеству. Причем растут требования как степень чистоты лекарственных веществ, так и количественному содержанию. Поэтому необходимо широкое использование не только химических, но и более чувствительных физико-химических методов для оценки качества лекарств. К фармацевтическому анализу предъявляют высокие требования. Он должен быть достаточно специфичен, чувствителен, точен по отношению к нормативам, обусловленным государственной фармакопией Республик Казахстан, фармакопийной статьей или другой нормативно-технической документацией. Выполняться он должен в короткие промежутки времени с использованием минимальных количеств испытуемых лекарственных препаратов и реактивов. Фармацевтический анализ в зависимости от поставленных задач включает различные формы контроля лекарственных средств. 1. Фармакопийный анализ. Постадийный контроль производства лекарственных средств. Анализ лекарственных форм индивидуального изготовления. Экспресс-анализ в условиях аптеки и биофармацевтический анализ. С основной частью фармацевтического анализа является фармакопийный анализ. Он представляет собой совокупность способов исследования лекарственных препаратов и лекарственных форм, изложенных в Государственной фармакопии Республик Казахстан. На основании результатов, полученных при выполнении фармакопийного анализа, делается заключение о соответствии лекарственного средства требованием государственной фармакопии или другой нормативно-технической документации. При отклонении от этих требований лекарство к применению не допускается. Заключение о качестве лекарственного средства можно сделать только на основании анализа пробы или выборки, как ее еще называют. Порядок ее отбора указан либо в частной статье, либо в общей статье Государственной фармакопии Республики Казахстан. Отбор пробы производят только из неповрежденных, укупоренных и упакованных в соответствии с требованием научно-технической документации упаковочных единиц. При этом должны строго соблюдаться требования к мерам предосторожности работы с ядовитыми и наркотическими лекарственными средствами, а также к токсичности, огнеопасности, взрывоопасности, гигроскопичности и другим свойствам лекарств. Для испытания на соответствие требованиям научно-технической документации проводят многоступенчатый отбор проб. Число ступеней определяется видом упаковки. На последней ступени после контроля по внешнему виду берут пробу в количестве необходимых для четырех полных физико-химических анализов. Если проба отбирается для контролирующей организации, то на шесть таких анализов. Виды проб. Из фасовки ангра берут только точечные пробы, взятые в равных количествах из верхнего, среднего и нижнего слоев каждой упаковочной единицы. После установления однородности все эти пробы смешивают. Цепучие и вязкие лекарственные средства отбирают пробоотборником, изготовленным из инертного материала. Жидкие лекарственные средства перед отбором тщательно перемешивают. Если делать это затруднительно, то отбирают точечные пробы из разных слоев. Отбор выбора готовых лекарственных средств осуществляет в соответствии с требованиями государственной фармакопии Республики Казахстан. Выполнение фармакопейного анализа позволяет установить подлинность лекарственного средства, его чистоту, количественное содержание фармакопейного вещества. Выполнение фармакопейного анализа позволяет установить подлинность лекарственного средства, его чистоту, определить количество содержания фармакологически активного вещества или ингредиентов, входящих в состав лекарственной формы. Несмотря на то, что каждый из этих этапов имеет свою конкретную цель, их нельзя рассматривать изолированно. Они взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга. Так, например, температура плавления, растворимость, фарш среды водного раствора являются критериями как подлинности, так и чистоты лекарственного вещества. Критерии фармацевтического анализа. На различных этапах фармацевтического анализа в зависимости от поставленных задач имеют значение такие критерии, как избирательность, чувствительность, точность, время, затраченное на выполнение анализа, израсходное количество анализируемого препарата или лекарственной формы. Избирательность метода очень важна при проведении смеси веществ, поскольку дает возможность получать истинные значения каждого из компонентов. Только избирательные методики анализа позволяют определять содержание основного компонента в присутствии продуктов разложения и других примесей. Требования к точности и чувствительности фармацевтического анализа зависят от объекта и цели исследования. При испытании степени частоты препарата используют методики, отличающиеся высокой чувствительностью, позволяющие устанавливать минимальное содержание примесей. При выполнении постадинного контроля производства, а также при проведении экспресс-анализа в условиях аптеки, важную роль имеет фактор времени, который затрачивается на выполнение анализа. Для этого выбирают методы, позволяющие провести анализ в наиболее короткие промежутки времени и вместе с тем с достаточной точностью. При количественном определении лекарством вещества используют метод, отличающийся избирательностью и высокой точностью. Чувствительность метода преднебрегается, учитывая возможность выполнения анализа с большой навеской препарата. Мерой чувствительности реакции является предел обнаружения. Он означает наименьшее содержание, при котором при данной методике можно обнаружить присутствие определяемого компонента с заданной доверительной вероятностью. Термин предел обнаружения введен вместо такого понятия, как открываемый минимум, и пользуется также замен термина чувствительность. На чувствительность качественных реакций указывают влияние такие факторы, как объем растворов реагирующих компонентов, концентрация реактивов, PH среды, температура, продолжительность опыта. Это следует учитывать при разработке методик качественного фармацевтического анализа. Для установления чувствительности реакции все шире используют показатель поглощения, удельный или малярный, устанавливаемый спектрофотометрическим методом. В химическом анализе чувствительность устанавливают по величине предела обнаружения данной реакции. Высокой чувствительностью отличаются физико-химические методы анализа. Наиболее чувствительны радиохимические и масс-спектральные методы, позволяющие определять 10-8% от 10 до минус 9% анализируемого вещества. Полиграфические и флоуромистические от 10-6% до 10-9%. Чувствительность спектрофотометрических методов 10-6%. Потенциометрических 10-2%. Термин «точность анализа» включает одновременно два понятия – воспроизводимость и правильность полученных результатов. Воспроизводимость характеризует рассеяние результатов анализа по сравнению со средним значением. Правильность отражает разность между действительным и найденным содержанием вещества. Точность анализа у каждого метода различна и зависит от многих факторов. Халибровки измерительных приборов, точности отвешивания или отмеривания, опытности аналитика. Точность результатов анализа не может быть выше, чем точность наименее точного измерения. Так, при вычислении результатов тритериметрического определения наименее точная цифра – это количество миллилитров тетранта, израсходовано на тетрование. В современных бюретках, в зависимости от класса и их точности, максимальная ошибка отмеривания около плюс-минус 0,02 мл. Ошибка от натекания тоже равна плюс-минус 0,02 мл. При указанной общей ошибке отмеривания и натекании плюс-минус 0,04 мл. На тетрование расходуется 20 мл тетранта. Точность тритериметрических определений можно повысить, если пользоваться микробрюретками, применение которых значительно уменьшает ошибки от неточного отмеривания, натекания и влияния температуры. Погрешность допускается также при взятии навески. Отвешивание навески при выполнении анализа лекарством вещества осуществляется с точностью до 0,2 мл. Точность результата анализа не может быть выше, чем точность наименее точного измерения. На этом наша лекция заканчивается. Спасибо за ваше внимание. Продолжение следует...